До 11 метров 20 сантиметров поднялся уровень воды в Урале в районе Оренбурга. Затопило ещё 360 домов и 900 приусадебных участков. Вода достигла района, где стоят многоэтажки. Рядом рабочие строят защитную дамбу. «Наша главная задача – это безопасность наших оренбуржцев. И ещё раз призываю не сидеть, не дожидаться критических ситуаций. Максимально короткое время нужно эвакуироваться». Этой зимой на Южном Урале выпало много снега. Весенний паводок обернулся наводнением, сильнейшим за всю историю наблюдений. Из берегов вышли реки Урал, Ишим и Табол. Ворске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу. Старый район города затопило. Сейчас там вода понемногу отступает, но в Оренбурге пик ещё не прошёл. «На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь к подтоплению 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участках. С проживанием 19412 человек, в том числе 4928 детей». В регионе открыли десятки пунктов временного размещения. В этом общественном центре приняли почти 50 человек. Большинство жили в загородных домах. Теперь там вода. «Всё, что необходимо для жизнедеятельности, у нас есть. И бытовая химия, и постельное бельё – всё есть. Так что, в принципе, всем обеспечены. Плюс к этому, всех постояльцев наших, всех, кто у нас находится, людей, кормят трёхразовым горячим питанием». В целом, в Оренбургской области затоплено почти 12 тысяч жилых домов и более 15 тысяч приусадебных участков. На Эриклинском водохранилище сократили сброс воды. По мнению властей, это улучшит ситуацию в затопленных районах и поможет предотвратить сильное наводнение там, куда вода ещё не добралась.